Исправительное учреждение ИЧ-167, дробь 9 в Южном Казахстане – зона строгого режима. За колючей проволокой отбывают срок более 700 заключенных. Сегодня по условно-досрочному освобождению на волю выходит сразу 8 человек. Ворот исправительного учреждения бывших арестантов встречает родные, друзья и близкие. Один из тех, кто стал на путь исправления еще за колючей проволокой – Армам Бахтияров. Фамилия и имя вымышленные. Такова просьба заключенного. За хранение и распространение наркотических средств Армам был осужден на 11 лет и этапирован в ИЧ-167, дробь 9. Отсидев 7,5 лет, Бахтияров получил УДО за примерное поведение и добросовестный труд. «Приятно, что друзья, родные приехали. Оступились сейчас. Специальность есть, как столяк, по дереву. Работать столярчики, по дереву работают». Еще двое из восьмерых освобожденных, не имея постоянного места жительства в рамках стартовавшего проекта «Встреча у ворот» обратились за помощью к руководству исправительного учреждения. Одному 62 года он из Жамбульской области, второму – уроженцем Туркестана 58. Оба получили сроки за изнасилование. От туркестанца отреклись родные. У жамбульца их вообще нет. Оба досрочно освобожденных попросили хотя бы временные крыши над головой. На их просьбу откликнулись сотрудники Шамкенского реабилитационного центра для бездомных. Там обещают помочь не только с восстановлением документов, но и с постоянной работой. «Все это делается для оказания им помощи. Потому что осужденный, отбывая более 10 лет, 20 лет отбывает, теряет уже определенную какую-то связь с родными, с близкими, с обществом, изменения. То есть адаптация в обществе». После встречи у ворот исправительного учреждения в административном здании прошла беседа с бывшими заключенными. Как рассказали в колонии, освободившиеся будут обеспечены бесплатным билетом до места проживания. Также им будет оказана единовременная социальная помощь в размере 5 МРП. Это около 11 тысяч тенге. Бахром Абдулаев, Талхат Абдинаби, эфир Балмахашев, информационная служба телекомпании ОТРАР.